Привет, народ! Это Тостер, и это такое великое видео на канале Тостер, потому что наконец-то у нас дошли руки на канале Тостер сделать видео про тостеры. Не было у нас такого видео, и стыдно мне было за это, и обидно. И вот, наконец, смотрите, как будем сегодня работать. Тестировать их в этом видео не будем, просто расскажем о том, что нужно учитывать при выборе, и пробежимся по моделям, по интересным, вот какие сейчас продаются в России. Тем более, что мы приехали к нашим партнерам в Технопарк. Это вообще крутящие магазины бытовой техники и электроники. Они специально создавались именно вот как такие современные центры технологий. И здесь реально собраны все самые крутые устройства, которые вы можете купить в России. Кроме того, здесь еще крутые ребята-консультанты. Ну, а вы можете выбирать технику, здесь ходить по залу, выпивая чашечку кофе, которую вам здесь бесплатно нальют. Да, это все здесь есть в Технопарке, так что приходите и заходите к ним на сайт. Ну, а у нас тостеры, разбираемся в теме. Так, ну, я уже сказал, что тестировать тостеры мы сегодня не будем. Мы сделаем отдельное видео с тестом, где будем поджаривать ломтики хлеба, вот это все делать. А сейчас рассказываю основные моменты про вот то, что учесть перед покупкой. Смотрите, тостеры бывают такие вот с двумя слотами. Это наиболее распространенные, да? Бывают побольше с четырьмя слотами. Есть еще однослотные тостеры. Ну, понятно, то есть на разное количество людей рассчитано. Если у вас там семья 2-4 человека, в принципе, хватит вот такой классики с двумя слотами для хлеба. Если больше, то я бы уже обратил внимание на тостеры там с четырьмя слотами. Но если вы такой одинокий московский денди, то можно всегда купить с одним слотом тостер. Это первый момент. Ну, и второй момент, это, как ни странно, количество степеней поджаривания хлеба, да? Объясняю почему. Дело в том, что, ну, тостер такой прибор, с которым вам все равно придется экспериментировать. Все любят разные тосты, разную прожарку хлеба поджарку. Поэтому будете вот именно выбирать ту степень поджаривания, которая вам подходит. И вот чем больше этих степеней, тем в итоге больше у вас маневра для выбора. И тем проще вам в итоге получить ваш идеальный тост, да? Тем больше шансов на это. Так что смотрите, чтобы степени поджаривания было, ну, 6 минимум. А если 9, то тоже неплохо. В общем, вот эти вещи учитывайте. Они бывают кнопочные, то есть вы кнопками выбираете просто степень поджаривания. Бывают вот такие поворотные регуляторы. В принципе, глобальной разницы в этом нет. Но мне, например, наверное, кнопки им было бы удобнее. Как-то определенности больше. Но это все субъективно. Что касается мощности. Многие на нее обращают внимание. Ну, знаете, в принципе, это на самом деле не такой уж важный параметр для тостера. Мощность вот таких тостеров, которые рассчитаны там на 2, на 1 слота, она около 1000 ватт, как правило. Ну, 1200 бывает, ну, 900 бывает. Вот эти тостеры, они помощнее. И здесь мощность может доходить до 1800 ватт, может даже до 2000 ватт. Да, ну, понятно, потому что здесь больше нагревательных элементов. Кстати, вот что касается вот таких тостеров на 4 слота, немножко я вернусь к предыдущему пункту. Здесь, видите, здесь 2 отдельных регулятора степени поджаривания. Вот на эти 2 слота и на эти 2 слота. Это правильно и удобно, потому что вы можете, ну, как бы вот в одной части тостера здесь в 2 слотах выбрать одну степень поджаривания, а здесь другую. Семья-то большая, все любят тосты разные. Вот это вся история. Так что обратите внимание. И вот мощность, ну, вот она такая, да. Она не изменяется у тостера. И поэтому просто знайте, что там 1000 и до 2000 ватт вот в больших тостерах. Что касается нагревательных элементов, тоже, на самом деле, для обычного юзера это не очень важный момент. Ну, ладно уж, давайте вспомним. Не хромовая нить, может быть, может быть, керамика, а может быть, кварцевый нагреватель. Глобальной разницы нет, но есть мнение, что если кварц, то это быстрее нагревается, там, экономичнее и так далее. Но тоже здесь все зависит от конструкции тостера, там, насколько это все коррелирует друг с другом, да. Насколько эта экономичность вот конструкции не разрушается. Так что глобальной разницы в типе нагревательного элемента нет. Так, не парьтесь по этому поводу. Так, ну, раз уж коснулись нагрева, то вспомним и о безопасности, о теплоизоляции корпуса, да. Вот чем меньше тостер, тем, это означает, что меньше у него расстояние от нагревательных элементов до корпуса, и тем больше он будет нагреваться. Но тут нужно понимать, что тостер, в принципе, у вас в любом случае будет нагреваться при работе, потому что тут такой нехилый нагрев происходит внутри. Но вот насколько это зависит от того, насколько продумана конструкция. На самом деле, чем, ну, скажем так, объемнее больше тостер, тем больше шансов, что больше расстояние между вот нагревательными элементами и непосредственно корпусом. То есть, тем меньше он будет нагреваться в процессе работы. Этот момент тоже нужно учесть. И еще момент, наверное, последнее, на что стоит обращать внимание, это система центровки ломтиков хлеба. То есть, она должна быть. В принципе, в большинстве современных тостеров она есть. Она служит для того, чтобы у вас хлеб правильно, максимально правильно вот здесь размещался в этих слотах и в итоге равномерно прожаривался. Но, честно говоря, все равно это все изучается опытным путем. Все, что угодно может там говорить производитель, что мега равномерная прожарка и так далее, а потом начинаешь тестировать, и все это не так. Так что вам все равно придется экспериментировать с тем тостером, который вы купите. Что касается разных дополнительных режимов, ну, там, подогрев уже готовых тостов или размораживание. Размораживание есть еще режим, да, для тех, кто, например, замораживает хлеб. Ну, такая история. Не знаю, напишите в комментариях, вот у вас есть тостер, наверняка там есть такие режимы. Пользуйтесь вы ими или не пользуйтесь, интересно. Мне кажется, что они такие, знаете. Для галочки. Очень важный момент – это кнопка отмены. Она должна быть обязательно, чтобы вы в любой момент могли прекратить приготовление. Ну, там, мало ли что, вот этот момент нужно учитывать. Вот, наверное, основные такие глобальные моменты, которые стоит учитывать при выборе тостера. Если я что-то забыл, по вашему мнению, в голове все не удерживаю, что пишите в комментариях, обязательно обсудим. Ну, и дальше начинаем обзорную часть. Посмотрим, что сейчас в России интересного, крутого из тостеров продается. Смотрите, на мой взгляд, вот этот тостер, он самый высокотехнологичный, который сейчас можно купить на российском рынке. Если вы знаете какой-то другой, то обязательно в комментариях напишите. Это Borg. Он стоит 16 тысяч рублей, да, тостер за 16 тысяч. Это еще не самый дорогой, который есть на российском рынке. И рассказываю о нем. Ну, во-первых, это красиво, да. Он прям симпатично выглядит, так современно, стильно, модно, молодежно. Ну, и кроме того, здесь есть дисплейчик такой, да, им удобно управлять. И, собственно, удобно управлять вот этим вот, ну, регулятором, назову его так. Ну, прям круто, мне нравится. Вот тактильные ощущения очень приятные. Такое вот чувство, что у тебя реально такой современный девайс-гаджет дома на кухне. Смотрите, здесь есть 4 автоматических программы, что, в общем-то, уже не в каждом тостере встречается. Ну, основная программа для тостов классических, режим для бургерных булочек, для их подогрева, обжаривания. Есть еще размораживание и подогрев там готовых тостов. Ну, это я уже говорил, это режимы, которые кому-то нужны, кому-то вообще совсем не нужны. Да, и внутри каждого режима, например, берем основной, можно выбирать степень обжаривания, причем их здесь 7 этих степеней. И здесь обозначается время, вот на протяжении которого, собственно, в каждой степени будет готовиться тост, что удобно и правильно. И это еще не все. Здесь очень круто реализована сама система вот обжаривания, да, приготовления тостов. Вспомните обычные тостеры. Когда тосты готовы, там же они вылетают, и это очень многих пугает. Здесь вот этой истории не случится, потому что здесь все происходит медленно, но не печально, а, ну, скажем так, в авторежиме. У вас тосты автоматически уходят вниз, дальше срабатывает система центровки, да, правильной. И потом, когда уже приготовление закончено, точно так же аккуратно, плавно они поднимаются, и вы, в общем, их получаете в лучшем виде. А вот не выстреливает ничего, там, за сердце никто не хватается. Вот это, на самом деле, ну, здорово, правильно. Хотя, конечно, некоторым будет не хватать вот этого момента с выстреливанием тоста. Но вот здесь сделано так, и мне это нравится. Ну вот все, пожалуй, главное об этом тостере. До 1000 ватт здесь максимальная мощность. Он компактный, кстати, компактный. Но при этом, смотрите, здесь достаточно большое расстояние вот от нагревательного элемента непосредственно до, собственно, вот до корпуса. Поэтому здесь неплохая теплоизоляция, и он прямо у вас не будет мега разогреваться во время работы. Будет такая температура, ну, нормальная, не обожжетесь. Так что в этом смысле тоже круто. Борг, такой мега высокотехнологичный тостер в нашем обзоре крутых тостер. Ну вот я же говорил, что 16 тысяч – это далеко не предел в смысле стоимости тостера. Вот этот тостер с Union Jack'ом стоит почти 23 тысячи на момент съемки. Но это дизайн. Вообще, про тостеры нельзя сказать, что они сильно друг от друга функционально отличаются. В принципе, они, конечно, все одинаковые по набору программ. Немножко вот борг первым особняком стоит. А так, да, здесь, конечно, дизайн. Там любители дизайна, бытовой техники знают, что смек – это всегда прикольные дизайнерские эксперименты. И это тоже еще не самый дорогой тостер, который вы можете в России купить. У смек есть коллекция, которая создавалась вместе с Dolce & Gabbana. Там, по-моему, тостер стоит 1050-1060, да? Так что вот можно выбирать, что называется. Вот, но он красивый. Он, правда, красивый. По режимам здесь 6. Возможность выбрать из 6 степеней поджаривания. Нормально. Дальше здесь есть вот эти функции размораживания и подогрева готовых тостов. Что, в общем, кому нужно, кому нет. Ну, а так, тостер как тостер. Здесь, конечно, именно дизайн для англофилов. Даже, наверное, для британофилов, потому что все-таки это именно британский флаг. Самое то. 950 ватт мощность. Тоже классика. В общем, если хотите на кухню вот такую прекрасную историю, то она для вас готова. Есть еще другая история для кухни. Это тостер, который, ну, такой тостер-гигант. На самом деле здесь тоже два слота, но, в принципе, вы сюда можете класть или вот какой-то длинный хлеб, да, или вы можете сюда положить 4 куска обычного тостового хлеба. Кстати, что касается хлеба, то здесь тоже есть один интересный нюанс. Вот есть специальный тостовый хлеб, он такой более влажный. Поэтому, когда, если вы даже выберете вот максимальную степень поджаривания, как правило, тостовый хлеб, он не сгорает. Он реально просто хорошо поджаривается. Такой получается аппетитный поджаренный. А если это делать там с обычным батоном, то вот на максимальном поджаривании он у вас, скорее всего, подгорит, сгорит. Так что вот эти моменты тоже нужно учитывать, выбирать правильный хлеб. Ну, а этот тостер, ну, не знаю, на большую семью, может быть, да, поскольку можно сразу 4 ломтика вот в 2 слота положить. Ну, или если любить какие-то длинные большие тосты, тоже подойдет. И не дешевый, конечно, практически 20 тысяч рублей на момент съемки. Функционально он совершенно такой же, как вот предыдущий с Union Jack'ом. Есть здесь автоцентровка, да, то есть вот этот момент, чтобы тосты были максимально равномерно прожарены. Ну и, в общем, неплохое. Достаточно здесь расстояние вот от нагревательных элементов до корпуса. Так что вот в некоторой степени теплоизоляции есть, вы прям не должны обжечься об этот тостер во время его работы. Ну, вот кто знает технику смех, тот знает, что у этого бренда много очень вот цветов разных техники, да. Так что под любой дизайн, если у вас такая, ну, стильная, крутая, дорогая кухня, то уж не пожалеете денег и на стильную технику. А вот эту модель мы уже как бы смотрели в начале, скажем так, здесь 4 слота. Ну, просто раз уж мы рассказываем про тостеры, то вот он, четырехслотный тостер. Например, так он может выглядеть. И это две отдельных системы, то есть два слота здесь, два слота здесь, с отдельным управлением вот для каждой слот системы. Здесь 1800 ватт максимальная мощность, ну, понятно, потому что больше тостов он за раз может приготовить. И поскольку отдельные системы управления, да, вы можете выбирать степень поджаривания. Вот ту, которая вам нужна вот в каждой из этих слот систем. Шесть всего степеней здесь, ну, такое стандартное достаточно количество для современного тостера. Есть дополнительные вот эти функции. К стандартным, к подогреву и к размораживанию. Еще добавили функцию, там, приготовления, поджаривания бегеля. Но это уж кому нужно, кому не нужно, опять же, да. Эти вот булочки, вы их разрезаете и кладете в тостер, чтобы они немного поджарились. Собственно, все, что можно сказать об этом тостере. Да, еще совсем забыл про такую вещь, которая, в принципе, есть в каждом тостере. Но нужно о ней помнить. Это поддон для крошки. Естественно, крошки с хлеба падают. И вот они собираются здесь. Удобно достаточно все это удалять. И не нужно вот потом будет вот так вот делать. Ну, вот ценник здесь в районе 11 тысяч. Ну, тоже не сказать, что дешево. Ну, с другой стороны, такой хороший тостер на большую семью. Здесь тоже достаточно неплохо все вот с теплоизоляцией. Во всяком случае, не впритык все к корпусу. Так что, такая клевая, симпатичная внешне современная модель. Так, ну вот, чтобы никто не думал, что мы рассказываем только про мега дорогую технику. Нет, есть, конечно, тест-тостеры гораздо дешевле. Вот один из примеров. Делонге в технопарке за 5 тысяч рублей можно его купить. Здесь еще дизайн тоже есть, да. То есть, не просто такая коробка. Вот тут подумали, такой ретро-стиль, да, интересное такое решение. Корпус светлый и такая шероховатая поверхность. Может быть, немного это будет неудобно в контексте вот ухода, очистки, да. Ну, тут опять же для кого как. А вот эта история еще не была. И у нас это, на самом деле, просто подставка, которую можно использовать как раз, например, в режиме подогрева. Там положить сюда круассанчик, и он у вас замечательно подогреется, разогреется к завтраку. Да, функционально я даже не буду останавливаться, потому что функции здесь все такие же, как в предыдущих моделях. Есть автоцентровка, да, чтобы тосты равномерно поджаривались. Это все по классике. А вот совсем другая история, да. Даже немного дешевле, но тоже дизайн есть, да. Тоже вот ребята из Браун немножко об этом подумали и сделали такой достаточно интересный тостер. Такой минимализм, но прикольно смотрится, да. По расстоянию от нагревательного элемента тоже есть здесь промежутки. То есть, ну, какого-то там меганагрева не будет. Так, опять же, повторюсь, функционально здесь все то же самое. И здесь, кстати, 7 вариантов степени поджаривания, да. То есть, немножко побольше. Опять же, та же самая история с Electrolux. Здесь уже тоже нет особой разницы, кроме дизайна. Все остальное также. Здесь тоже 7 степеней поджаривания. Есть центровка автоматическая. И вот эта вещь, это то же самое, что вот эта полочка, скажем так, да. Только здесь она съемная, а здесь она встроена вот непосредственно сюда в тостер. И вы можете ее, ну, скажем так, активировать, если вам нужно. Если вы отключаете режим подогрева, например. Вот, кстати, Ziegmund Stein. Пример недорогого тостера. Всего 2,650 на момент съемки в технопарке. И, в общем, здесь даже есть какой-то дизайн, да. Вот сочетание металлического и белого, в принципе, смотрится он таким свеженьким, да. И не испортит кухню. Функционально все то же самое. Размораживание, подогрев, 7 степеней поджаривания. И что касается мощности, то, опять же, классический 900 ватт. Ну, то есть, варианты по поводу тостеров есть на разный кошелек. Что нужно предусмотреть, знать при выборе, об этом есть в начале видео. И в завершении хочу сказать, что есть еще такие устройства, так называемые универсальные, которые такие breakfast machine, да, машины для завтрака, которые сочетают в себе функцию тостера и еще какую-нибудь. Например, там может приготовить яичницу. Здесь есть такие специальные дополнения типа мини-сковороды. Но это такие все девайсы на любителя, потому что, ну, все равно, мне кажется, что лучше, чем на сковороде вы яичницу не сделаете, да. А тостер, он должен быть просто тостером. Кстати, пишите в комментариях, если у вас есть тостер, насколько часто вы им пользуетесь. Потому что я знаю такое, что многие люди покупают тостеры, немного поиграются, а потом они у них пылятся. Вот интересно ваше мнение. Ну, а это канал Тостер. И мы обязательно сделаем тест тостеров в этом году. Посмотрим, какой из тостеров лучше поджаривает хлеб, там, как это все будет получаться. Подписывайтесь, ставьте лайки и до встречи.